Каждый из нас хотя бы раз в жизни сдавал анализы. Это самое первое и основное средство диагностики многих заболеваний. Чего достигла современная наука и как эти достижения применяют врачи? Об этом поговорим со специалистами Богородской медицинской компании. Человек с самого рождения сдает основные анализы. Малейшие отклонения дают повод для детального обследования малыша. Таким образом, в 20 веке удалось снизить детскую смертность. В России 19 века до года умирали 40% детей. Для примера, в 2010 году этот показатель 0,75%. Ученые доказали, наиболее часто болезни у детей проявляются до 5 лет или в подростковом возрасте. Эти периоды – время повышенного внимания к состоянию ребенка. Развитие здорового и гармоничного человека невозможно без нескольких факторов. Правильное питание, физическая активность, профилактические осмотры. Регулярный мониторинг осуществляется с помощью простых анализов крови и мачи. Врачи-педиатры на первом году жизни осматривают ребенка один раз в месяц. Обязательно. Для того, чтобы своевременно заподозрить какие-то нарушения состояния здоровья ребенка, которые могут произойти при его адаптации к нашей жизни. Ребенку необходимо проводить своевременное лабораторное обследование. Для того, чтобы выявить латентно текущую аномию. Или лабораторно подтвердить, например, протекающий рахит, который тоже развивается не сразу и протекает из-под воль. Анализы сдаются в 3, 6, 9 и 12 месяцев. Как правило, показать наличие скрытых заболеваний может клинический анализ крови, общий анализ мочи и у годовалого малыша кровь на сахар. Возможно выявить нарушение углеводного обмена в виде нарушения толерантности или небольших, так сказать, повышений, таких, которые еще клинические, никак себя могут не проявить. На втором году жизни педиатр также наблюдает ребенка. И раз в полгода обязательно сдаются анализы. С трехлетнего возраста к лабораторным исследованиям в обязательном порядке добавляется исследование крови на сахар. Причина в том, что в наше время очень много диабета первого типа. И чем раньше его обнаружить, тем менее губительными будут его последствия. Подростки, начиная с 14 лет, это особый, так сказать, спектр детей. И это особый спектр лабораторного обследования данного возраста. Потому что изменение гормонального фона зачастую ведет к появлению новых, так сказать, заболеваний у детей в этом возрасте. В этом возрасте ребенок должен пройти обследование у эндокринолога, уролога-андролога для мальчиков и гинеколога для девочек. Нарушения в репродуктивной системе, если они есть, лучше поддаются лечению в юном возрасте. Болезнь никогда нельзя запускать. В любом возрасте важно проверять ребенка на гельминтоз, то есть на глистов. Это развернутый анализ кауна, гельминты и простейшие, и обязательно соскоп на энтеробиоз. Есть более подробные обследования. Кровь на иммуноглобулины к разным видам паразитов – трихинелам, аскоридам, токсокарам. Дело в том, что частые простуды и болезни ребенка могут быть связаны с присутствием в организме паразитов, которые ослабляют иммунитет. Иногда они даже вызывают аллергические реакции. Заметить некоторые виды простейших и глистов можно только в лабораторных условиях. Часто бывает так, что родители обращаются по поводу непонятных болей в животе. И зачастую бывает так, что боли в животе могут быть спровоцированы гельминтами. К сожалению, не всегда их можно определить в кале, как членики гельминтов или части паразитов. Родители, естественно, после летнего сезона, после длительного пребывания в песочнице, наверное, должны подумать о том, что нужно сходить к доктору, показать ребенка, взять направление, обследовать его. И если вдруг там какая-то проблема, то ее благополучно разрешить. Полный спектр детских анализов можно сдать в клинике семейной медицины Богородской медицинской компании. Опытные медсестры умело обращаются с детьми, успокаивают их, чтобы малыши как можно меньше боялись врачей. В том числе есть комплексные анализы для поступления в детский сад и школу, для справок в бассейн. Кроме того, существует расширенная программа обследования длительно болеющих детей. Сезон повышенной заболеваемости вирусными инфекциями, вот он уже у нас. Много детей обращаются с длительными и частыми кашлями, которые трудно поддаются терапии. К сожалению, не всегда бывает вирусная теология, очень часто бывает вызванных ламидиями, микоплазмами. И как люш, тоже кровь из вены на иммунологические анализы подтверждает данную инфекцию. Тем более, все-таки у нас есть контингент детей, которые не привиты от коклюша. Дорогие родители, даже если у вас ребенок, вы считаете, что он абсолютно здоров, вы должны помнить о том, что раз в год он имеет право или должен быть обследован для того, чтобы увидеть у него какие-то минимальные, так сказать, предсимптомы заболевания, которые можно выявить по тем рутинным анализам, которые мы вам рекомендуем провести. Это общий анализ крови, правильнее сказать, клинический анализ крови, общий анализ мочи и окалоноглисты. По некоторым оценкам, 80% всех медицинских решений принимаются по результатам клинико-лабораторных исследований от постановки диагноза до выбора лечения. Поэтому и во взрослом возрасте не стоит пренебрегать профилактическим мониторингом здоровья. Анализы могут показать те изменения, которые еще не проявились внешне. Нет никаких клинических данных, пациент ни на что не жалуется. А анализ крови уже может сигнализировать о каком-то изменении. Будь то инфекционные заболевания, либо другие какие-то процессы, происходящие в организме. Если вам предстоит сдавать общий анализ крови, то последний прием пищи должен быть не позже, чем за час до процедуры. Перед самим исследованием избегайте физической нагрузки, подъема по лестнице или быстрой ходьбы. Так результат будет точнее. Зачастую бывает так, что люди начинают себя чувствовать нехорошо, появляется какая-то общая слабость. Некоторые проявления внешние, такие как выпадают волосы, при ходьбе увеличивается частота сердечных сокращений. Но человек не может это приписать к какому-то конкретному заболеванию, температура нормальная, никаких вирусных проблем нет. Он просто приходит и сдает анализ крови. И в анализе крови может выявиться, например, аномия, которая может давать все эти симптомы, либо другие отклонения, воспалительные какие-то изменения. К примеру, биохимический анализ крови позволяет оценить работу внутренних органов – печени, почек, поджелудочной железы и так далее. Анализ проводится натощак, то есть через 12 часов после последнего приема пищи. Желательно за 1-2 дня до обследования исключить из рациона жирное, жареное и алкоголь. Не задавайте анализ, если вы побывали в этот день на рентгенографии, массаже, рефлексотерапии или какой-либо физиопроцедуре. Для более полной картины состояния здоровья в лаборатории Богородской медицинской компании есть профильные программы. Наша лаборатория предлагает комплексные обследования, которые не требуют направления от врача, пациента, заподозрив какие-то изменения в организме, или, зная, что у его родителей были хронические заболевания, может прийти и обследовать определенную систему. Например, состояние кровеносной системы, кровотворных органов, анемии и остальные отклонения, состояние опорно-двигательного аппарата, функции печени или инфекционные заболевания. Это особенно актуально для тех, у кого есть наследственные факторы риска по тем или иным заболеваниям. Можно заранее узнать, предрасположены ли вы, к примеру, к проблемам со стороны сердечно-сосудистой системы или почек. Есть ли у вас признаки начинающегося остеопороза или сахарного диабета? При этом не нужно искать список необходимых для полной диагностики анализов. Достаточно назвать область, которую вы хотите обследовать. С помощью специальных анализов можно определить иммунный и гормональный статус человека. Это помогает при выявлении эндокринных заболеваний, помогает при введении беременности, при обнаружении каких-то патологий плода во время беременности. Кроме того, есть специфические белки, так называемые онкомаркеры, которые могут показать, есть ли склонность у человека к развитию онкологических заболеваний. Все мы знаем, что у наших родителей тоже были какие-то заболевания. И профилактически выявить отдельные отклонения в состоянии организма у себя можно уже заранее на доклиническом этапе. Семьи, которые хотят завести ребенка, тоже имеют возможность дать комплекс обследований, которые покажут состояние организма перед планируемой беременностью. А впоследствии после родов есть обследование кроха для маленьких детишек, новорожденных, посмотреть состояние организма, оценить, здоровый ребенок или по профилям по заболеваниям. Для того, чтобы поддерживать хорошее здоровье, специалисты советуют сдавать каждому человеку клинический анализ крови и общий анализ мочи хотя бы один раз в год. В лечебно-диагностическом центре Богородской медицинской компании вы также можете сдать комплекс анализов, необходимый при устройстве на работу, перед поездкой в санаторно-курортные учреждения, для посещения бассейна, перед госпитализацией в терапевтические и хирургические стационары. Лабораторная диагностика в нашей компании доступна ежедневно. Пациенты при необходимости могут оставить свою электронную почту, куда мы можем отправить результаты анализов. Кроме того, на бланке обследования будет сразу видно значение ваших клинических исследований и рядом референсные значения, по которым можно будет определить, есть проблема или нет. Звездочкой будут отмечены те значения, которые отклоняются от нормы. И тогда пациент может решить, нужно ли ему повторное обращение к врачу за консультацией по поводу заболевания, либо все в порядке. Берегите себя, следите за своим здоровьем вместе со специалистами Богородской медицинской компании. Здоровье – это драгоценность, которая дана нам от Бога. При каждой встрече мы желаем друг другу именно его. Здоровье всегда красиво, но его легко растерять. Призвание врачей – сохранять наше здоровье. И Богородская медицинская компания всегда на страже. Десятки великолепных профессионалов, сотни уникальных методик, тысячи довольных пациентов. Богородская медицинская компания – это сеть клиник, которая охватывает почти весь спектр медицинских услуг. Каждого пациента в Богородской медицинской компании встречают улыбки, умелые руки, доброта, отзывчивость и профессионализм врачей. В клиниках каждого из нас ждут друзья, которые беспокоятся и переживают за наше здоровье. Богородская медицинская компания заботится о нас и наших детях.